Всем добрый вечер! Я Александр Сёмочкин. К пятнице мы подготовили для вас всё самое лучшее. У большинства людей в доме по-прежнему сохранились ковры разного качества и разного материала. Они сохраняют тепло зимой, незаменимый для покрытия пола в детской комнате и спальнях. Загрязнения на таких коврах проявляются регулярно, поэтому следует знать, что чистить. В домашних условиях их не рекомендуется. Что же тогда делать? Обращаться за услугами профессионалов и следовать советам в нашем первом сюжете. Ходить мягко, детям играть. Они у меня всегда кувыркаются. Это удобно, приятно ногам. То есть дома это должно быть всё-таки расслабление, какой-то отдых. Можно ходить босиком. Поэтому я люблю ковры. От любви до ненависти и обратно, как мы помним, всего один шаг. Пару лет назад в жизни Айгули Аюповой настал момент, когда она решилась и убрала ковры из дома. Многодетая мама поняла, что не может самостоятельно за ними ухаживать. Но сегодня в доме лежат ковры. Что изменилось? Айгуль узнала про профессиональную чистку. Для меня это было открытием. Просто когда не нужно самой везти куда-то этот ковёр, искать, что-то там выгружать, просить мужа что-то сделать. Да, это просто для меня находка. Когда приходят, забирают его и привозят чистым. Теперь раз в год ковры во всём доме подвергаются чистке. Привычным маршрутом направляемся следом за специалистом. Выезд на место, скрутка ковра, оформление документов и едем на производство. Назад чистый ковёр тоже вернёт водитель. Но это будет через день. А сейчас степень загрязнения ковра оценят профессионалы. На нём загрязнение общего характера, сложных пятен и сложных загрязнений нет, поскольку данный клиент периодически внимательно ухаживает за своим ковром, и поэтому он в хорошем состоянии. Но отдельно нам поставлена задача сделать дезинфекцию данного ковра. Отметим, что эта процедура входит в комплекс работ. Но всё по порядку. Первый этап – выбивание ковра и удаление механических загрязнений, таких как песок и пыль. Следом – роторная чистка, шампунь и обильная пена. Затем ковёр отправят на автоматическую линию, где под воздействием моющих средств уберут въевшиеся загрязнения в структуре ворса. Ковёр промоют, отожмут в центрифуге и после удаления всех загрязнений и пятен переместят на дезинфекцию. Для этого на фабрике построена отдельная комната. Именно этот ковёр будет находиться в дезинфектантах порядка четырёх часов. То есть в каких случаях обычно применяют дезинфекцию? То есть, ну, во-первых, конечно, это у кого находятся дома животные. Во втором случае дезинфекция применяется нами на фабрике. Это при реанимации ковров после самостоятельных чисток, после стирок на автомойках. Потому что если ковёр не успевает быстро высохнуть, в нём появляются бактерии, которые вызывают определённый неприятный запах. То есть, как его в народе называют, запах прелости. В своей работе применяем именно медицинские дезинфектанты, которые до 100% всех существующих бактерий убивают. Средства, как вы понимаете, используются только сертифицированные и одобренные медицинским сообществом. Кстати, о врачах. Давайте узнаем, что думают о необходимости профессиональной чистки медики. Домашний ковёр необходимо чистить. И чистить именно профессионально. Так как ковёр забирает всю пыль с голого пола. Все частицы, которые у нас могут находиться в воздухе. И ворс ковра, он как бы блокирует эти частицы. Там у нас происходит дальше жизнь и развитие всех ненужных нам веществ. Бактерии, микроорганизмов. То, что мы уберём в дом, мы её... Мы просто делаем вид, что мы убрали. Да, визуально мы видим, что у нас ковёр чистый. А всё, что скапливается внутри, оно у нас никуда не исчезает. Поэтому необходимо именно профессиональная дезинфекция, где ковёр правильно и почистят, и помоют, и, естественно, высушат. Ну, в общем, все необходимые операции проведут. Заодно давайте узнаем у медиков, как справляются здесь с грязью и пылью в межсезонье. И какие современные услуги помогают поддерживать чистоту в медучреждении. Ведь знакомство с клиникой начинается с входной двери. А именно со стойки регистратуры. Покупка ковров не решает всю проблему. Поэтому мы заключили договор с фирмой. Мы берём ковры в аренду. Но не только аренда у нас есть, но и есть обслуживание. То есть по определённому графику приезжают из этой фирмы, забирают использованные ковры и привозят нам чистые. Мы не сможем пылесосом всё это убрать. И это останется и будет наслаиваться. Поэтому, конечно, нужно, чтобы была профессиональная чистка. Сначала они дезинфицируют. Потом они стирают стиральной машинке, так как это положено. Потом они их просушивают. Потом они их пылесосят. И поэтому, соответственно, конечно, на коврах ничего не остаётся. Они чистые. Мы сейчас вот как раз находимся на участке по стирке вестибюльных ковров, которые наша компания предоставляет в аренду. И процесс стирки выглядит следующим образом. То есть на первом этапе в специальной стиральной машине происходит выполаскивание ковра с моющим средством до белой воды. На втором этапе после выполаскивания ковёр отжимается в специальной центрифуге. То есть убирается все излишки влаги. И далее уже на финишном столе специалист убирает пятна, загрязнения, такие как жвачка распространены очень. И ковёр получается после всего цикла сухой и чистый. Кстати, о чистом и сухом ковре. Здесь на фабрике для сушки ковра также построена сушильная камера. Хорошо высушить и убрать запахи влажности возможно только в помещении, где для сушки применяются промышленные обогреватели и вентиляторы. Именно в этой камере поддерживается температура плюс 38, плюс 40 градусов, которая позволяет очень быстро высохнуть ковру и как раз исключить появление бактерий. Все условия создаёт специальная установка, которая нагревает воздух, конденсирует влагу и отводит её в канализацию, и осуществляет режим проветривания данного помещения. Профессиональная чистка ковров в Самаре. Бесплатная доставка, современное оборудование и бережное обращение с каждым ковром. Оставляйте заявку на санкей.рф или звоните 267 1797. Санкей. Ваш чистый выбор. При информационной поддержке популярной отечественной радиостанции в феврале на большие экраны выходит сказочный блокбастер «Конёк-горбунок». По мотивам одноименной сказки Петра Ершова о приключениях крестьянского сына Ивана Дурака и его верного помощника «Конька-горбунка» ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с оршинными ушами. Билеты на предпремьерный показ в Самаре, который состоится за один день до старта фильма по всей России, можно выиграть с 8 по 12 февраля. Интересно, что съемки фильма проходили в самом большом в России съемочном павильоне под Санкт-Петербургом. Его площадь более 7 тысяч квадратных метров, где были построены отдельные декорации и условные объекты зеленого и синего цветов, которые впоследствии достраивались и воссоздавались с помощью компьютерной графики. За мимику, движение и голос сказочного «Конька-горбунка» отвечает Павел Деревянко. Роль Ивана Дурака досталась Антону Шагину. В роли царь-девица Паулина Андреева. Спальника сыграл Ян Цапник, воеводу Олег Токтаров, а царя Михаил Ефремов. На этом все. Хотите знать больше, чаще? Заходите на наш сайт теркотера.ру. Всю неделю доступен онлайн на сайте в социальных группах Теры. Пишите, будьте здоровы и до встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова